А здрасте! Посмотрите какой старикашка тут с палочкой бегает по нашему парку классному. Всем друзья приветули, да. У нас тут продолжается сети Skylines. И знаете что? Этот парк сейчас станет новым. Точнее не новым, а новый уровень у него появится, скорее всего. Короче это скоро случится. А еще у нас довольно таки скоро случится третий уровень нашей индустрии леса вот этой вот промышленной. Но знаете что я подумал? У нас что-то большие проблемы со смертями. И я решил всунуть дохренища крематориев, пока у нас есть деньги. Пускай ездят катафалки и вывозят людишек. Слушайте а у нас здесь даже крематория у Дениса то не было. Давайте их всунем аж два. Кстати вот здесь вот один, вот здесь один. Соответственно румыну поставим. Тоже крематорий вот сюда. В этом районе тоже поставим крематорий. Можно даже прямо около кампуса. Почему бы и нет? И вот здесь вот крематорий тоже на въезде. Может быть на поездах сюда будут нам привозить трупы, чтобы сжигать их. Так, здесь у нас их аж два, но все равно со смертями большие проблемы. Давайте вот здесь на отшибе тоже крематорий всунем. И самая большая проблема у нас здесь. Так, это все понятно. У нас парк повысился. В общем-то здесь еще один поставим, если правда. Ага, их тут два прям сразу. Давайте в другой конец вот здесь вот поставим. Все. Ребята, у вас катафалков сейчас должно быть. Только возите этих человечков холодненьких и все нормально. Не это самое, не орите только мне. Так, парк. Парк у нас прокачался. Соответственно, до следующего левела тоже нужны только посетители. Развлекательная фабрика есть. Развлекательная фабрика. Просто выскочила на отпись, поэтому фабрика. Развлекательная ценность уже есть. Но мы поставим немножко больше. Нам нужен природный парк. Соответственно, что нам еще добавилось? Место для палаток. Ладно. Навес. Тоже, знаете ли, маленькие штучки такие хочется ставить. Большие не очень хочется. Вот давайте вот таких вот пару навесов жахнем. Навес номер 2 это у нас чуть побольше. Тоже их нужно всунуть. Просто в рандомные места. Тут и место для костра, и палатка, и беседка. Можно там сидеть, пожарить шашлычок. И, короче, отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Или тяжелой трудовой дня. Можно хоть каждый день сюда ходить. Есть наблюдательная вышка. Она какая-то маленькая для вышки. Но мы ее все равно поставим даже несколько штучек. Вот здесь. Пускай на город смотрят. И наблюдательная вышка номер 2. Она уже вроде как по... Да, она уже повыше. Давайте вот сюда вот смотреть на город. Нет, на город тут нехрен смотреть. Давайте просто ее тоже внутри парков сунем. Пару штук таких. Он на море пускай смотрит. На реку, как она очищается. И оборудованная стоянка номер 1. Мне кажется... Нет, со стороны города ее ставить не стоит. Вообще не хочу ее ставить, но большой. Хочу все маленькое ставить. Да, кстати, насчет парков. Мы вроде как закончили в прошлый раз наш парк развлечений. Но я совсем забыл про некоторую бутафорию. Которую я всегда откладывал на последний момент. Поэтому давайте этим займемся. Почему бы и нет. Парк развлечений. У нас он здесь куча всяких штучек есть. Поэтому давайте их тоже сюда куда-нибудь повсовываем. Не знаю какой в этом смысл. Хотя мы вроде как эти игровые автоматы уже много где ставили. Да, вот он. Я вижу один стоит. И что за учебный год? Отлично. У нас новые опаньки. Памятник, университетская библиотека, математический клуб, медицинский факультет и актовый зал университета. Научные работы за гранты. Создана научных работ одна. Эффект спагетти. Как все интересно. Это интересно. Это интересно. Да. Медицинский университет. Точнее медицинский факультет я хочу. Да. Здесь в общем-то у нас все. Плитка. Плитка. Зачем ее? Плитка. Плитка просто так ставится. Ладно. На самом деле она здесь нахрен не нужна. Вот воздушные шарики нужны. Пускай будут. Да. Видите я бутафорией уже успел позаниматься немножко. Так что я соврал. Мы ставили ее раньше. Ладно. Погнали тогда к кампусу. Посмотрим что мы можем сюда новое вкрячить. Доступность университета. Понимаете. У нас до сих пор люди хотят учиться и не учатся. Медицинский факультет. Твою мать какой ты падла здоровый. За пределами кампуса. Вот здесь склон не крутой, но за пределами кампуса. Соответственно надо территорию тогда расширить. Специализация деловых зон. Кстати вот это вот я про отели и говорил. Центр информационных технологий. Нет. Собрал. Специализация жилых зон. Автономные дома. Ладно. Не хочу. Меня интересует кампус. Надо расширять территорию кампуса. Однозначно. Пока будет так. Нам нужен медицинский факультет. Обязательно. Просто потому что хочу. Вот так вот его всунем. Да. Ну пришлось здесь сделать насыпь. Но что поделать. Я надеюсь его потом не затопит. Плюс также у нас тут есть новые построечки. Памятник при университете. Слава богу маленькая постройка. Давайте памятник где-нибудь в центре надо всунуть. Или не в центре. Нет в центре. Давайте в центре вот здесь вот памятник всунем. Вот здесь вот. Вот так вот. Нормально там? Нормально. Вот такой вот памятник. Памятник какому-то Челику. University Academic Statue. Понял? Извините за мой английский. Дурацкий. Слушайте у нас тут со смертями все больше и больше проблем. Черт. Люди. Почему вы не работаете? Крематории. Или все хотят сугубо на кладбище хоронить людишек? У катафалков же до хрена. Я же поставил здесь много чего. Опаньки. Что это у нас тут за значок? Люди болеют? Горожане болеют. Видимо люди начали пить вот эту вот воду. Которая сюда уже тоже доходит у нас. Она скоро очистится и горожане перестанут болеть. Не переживайте ребята. Не переживайте. Все у вас будет нормально. Мы возвращаемся к нашему университету. Актовый зал. Тоже небольшой. Слава богу. Можно тоже на побережье его так вот сунуть. Склон слишком крутой. Да ладно. Ну давай тебя вот сюда вот вкрячем. Нормально ты здесь стал? Нормально он здесь стал. Тоже с небольшим... Эх, терраформинг местный. Это... Да. Ну в общем-то у нас появился такой вот актовый зал. Так же математический клуб для математиков. Маленькое здание. Потому что математиков видимо не очень много здесь. В общем-то его тоже всунем. И университетская библиотека это у нас уже есть. Да. С этим все понятно. Соответственно дальше что нам надо для прокачки? Надо еще три научных труда. Еще студенты и привлекательности немножко. Привлекательность друзья мы сейчас чем-нибудь забьем мелким. Совсем мелким. Например. Поставим еще одну общагу. Черт она здоровая. Я сказал мелким. Ну в общем-то еще одна общага пускай стоит. Плюс это даст нам студентов. Возможно. Наверное. Соответственно привлекательный кампус у нас есть. Студенты. Когда появятся у нас все будет нормально. И нужны еще научные труды. Соответственно давайте эти самые научные труды мы не дадим грант. Будем дальше развлекаться. С этим все понятно. Давайте переходить к нашей индустрии. У нас тут пожар. Да. Наверное знаете ли здесь с учетом чтобы эти леса не горели. Нужно поставить сюда пожарных. Маленькая вот такую вот пожарную станцию. Пускай будет. Вы могли работать исключительно здесь. Ну же у вас тут все горит. Выезжайте пожарные. Вы не в курсе что у вас тут горит? Что началось-то ребята? Что у вас что с вами не так? А у нас приехал вертолетик. Прилетел вдруг волшебник в голубом. Точнее в красном вертолете. Плюнул и улетел. А что дальше тушить не надо? Ау. Ребята. Тушите пожары. А он поехал еще за водичкой. Полетел. Воду он набирает кстати здесь. В ближайшем водоеме. Вроде потушили. И вроде как тут немножко выгорело. Но они справятся. С этим понятно. У нас тут новые штуки какие-то добавились. Кстати что у нас по бумагу делают? Вовсю. Правда почему-то ладно. Работников. Надо теперь дохрена работников до пятого уровня. Но мы это обеспечим сейчас. Соответственно у нас открылось большое поле для саженцев. Меня заводы интересуют в первую очередь. Завод композитных древесных материалов. Вне границ промышленного района. Я тебя понял. Надо продлевать границы. Надо немножко продлевать границы. Это не проблема. Мы продлим границы. Я умею это делать. Здесь опять-таки у нас тут. Можно было не продлевать. Поставить его вот сюда например. Завод композитных. Давай вот здесь вот работает заводик. Также из нового у нас склад щипы. Это склад опилок только большой. Уже занят. Зачем оно занято-то? Непонятно. Ладно поставим его вот сюда. Какая здесь стоит этот склад. А еще друзья надо провести дорожку. И сделать еще. Обеспечить немножко рабочих мест. Давайте вот такую вот дорожку мы проведем. Так, некрасиво однако получается. Ну как-то так. Не, некрасиво. Однозначно некрасиво. Ну из-за рельефа. Но вот это уже точно посимпатичнее выглядит, чем то что у нас было. И надо всунуть еще сюда. Вот этих вот прекрасных штук с саженцами. Давайте две. Давайте только вот с этой. Нет, ладно. Давайте здесь. Таких вот две штуки. Прекрасных. Даня нужно размещать вдоль дороги. А что он мне не дает его размещать вдоль дороги? Видимо потому, что у нас тут стоит вот эта линия электропередач. Ну, значит мы ее сносим. Главное, чтобы у нас город сейчас без электричества не остался. А город у нас сейчас останется без электричества. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что вот этот наш завод. Давайте в принципе все здесь посносим. Вот эти вот линии электропередач. Они здесь не нужны. А, у нас электричество в город подсасывается с другой стороны. Тогда можно даже вот эти все линии электропередач снести. Единственное, только к этим говнокачкам обязательно нужно электричество подвести будет отдельно. Это сейчас сделаем. Как-то вот так. Подцепилось? Подцепилось. Отлично. Так, с электричеством проблемы мы порешали. И надо порешать проблемы то, что я хотел всунуть сюда. Вот такую штуку. Такую вот прекрасную штуку. Лужайка. Давайте вот эти уже будут тепличками. Те тепличками, да. Те тепличками. Что мы теперь имеем здесь по индустрии? Работников 771 максимум. Нужно 800. Надо еще что-то ссунуть. Можно вот сюда всунуть маленькую плантацию с деревьями. А можно не всовывать. Давайте вот сюда всунем. Пускай будет. И работников у нас теперь 790. Надо еще что-то. Блин. Ремонтное здание. Точно. Я не знаю, было оно у нас или нет. Оно шумное немножко. По-моему, у нас нету ремонтного здания. Это что такое? Склады. Главное здание. Склады. Да, вот ремонтного здания у нас нету. Так. Тем самым Филимоша парк достиг уровня. Это прекрасно. Но нам надо ремонтное здание. Ремонтное здание. Ставим его вот сюда и все. Теперь смогут здесь чинить. Не знаю, что они собираются чинить, но они смогут. Соответственно, теперь у нас здесь есть работники. Которые до пятого уровня смогут поднять. Точнее, есть места для рабочих. Вы, ребята, давайте идите работайте. Здесь у нас тоже такая мелкая лесная промышленность. Знаете, не сильно специализированные. Нам сейчас предлагают к парку перейти. Посмотреть, что у нас с парком. Какие новые штуки нам стали доступны. Рыбатская хижина. Нам это не интересно, потому что у нас тут нету прудика. А вот охотничью хижину можно поставить. Мы поставим ее. Тут есть большая и маленькая. Давайте поставим одну такую вот большую и одну маленькую. С другой стороны. Вот так вот. И все. Я думаю, здесь больше ничего не надо. Остальное бутафория займемся чуть попозже. Соответственно, развлекательные цены до пятого уровня у нас тоже есть. Нужны только лишь посетители. По поводу политик, гуманное обращение с животными, рекламная кампания, главный парк, запрет на фейерверки. Давайте поставим. Праздник каждый день. Вообще, это не интересно, потому что у нас тут ночи нету в игре. Частота и веселье. Парк, давайте, чистота и переработка мусора. Пускай будет так. И запрет на фейерверки, чтобы не сожгли. Можно поставить две политики, чтобы фейерверки были и чтобы фейерверков не было. Поэтому, да, так и живем. Так, вот эта штука у нас тут. Осталось провода какие-то, но это нам не надо. Мы это тоже сносим. Опаньки, у нас что, опять тут все сгорело, что ли, нахрен? Черт, Романыч, ну, ну, идите. Ну, вообще. Короче, твой парк опять сгорел. И, по-моему, он здесь уже нахрен сгорел. Чуть ли не весь. Ладно, посмотрим, справятся ли они потом с этой проблемой. Я даже пропустил этот момент. Я даже не увидел пожар в твоем парке. Ну, как так? Это у нас что такое? Это у нас склады, которые заполнены. Склад щепы. Много здесь, кстати, щепы. Это прикольно. Так. Заселение у нас... Кстати, у нас тут народа мало. У нас куда-то выехал весь народ. У нас 47 тысяч было раньше. Видимо, люди начали болеть. Им это не понравилось, и они трохи поразъезжались. Но ничего, потом приедут. Сейчас вот это вот все дело у нас очистится. Посмотрите, уже водичка чистая. Это прекрасно. Потихоньку очищается. Сейчас оно очистится, горожане перестанут болеть. Но это не сейчас, конечно, произойдет. Чуть попозже. Но люди перестанут болеть. И это здорово. У нас эти индустрии прокачиваются. Да, прокачиваются потихоньку. Уже тоже классные. И они все такие со всей силы классные, да. Вот. На самом деле, наш город уже подходит к своему какому-то логическому завершению. Единственное, что я еще хотел заселить, это вот это вот место. Я хотел, знаете, что сделать? Я хотел вот эти два района сделать застройку высокой плотности, а между ними построить низкой. Но что-то я уже начинаю передумывать от этой идеи и отказываться. Мне кажется, оно и так вполне себе симпатичненько будет. Но вообще у нас в итоге город получается вполне себе норм. Единственное, конечно, здесь еще надо будет все это дело заселить. Нам нужна опять коммерция. Давайте всунем коммерцию. Можно даже прямо здесь вот с въезда начинать. Коммерции много не бывает. Им, правда, тоже это все не будет нравиться. Мало покупателей, еще какие-нибудь причины они найдут. Ну, чтобы поныть, чтобы пожаловаться. Здесь просто так работать никто не хочет. Обязательно должны быть недовольные. Вот, и давайте, может быть, еще деловые зоны. Почему бы нет? Почему бы в этом парке не построить вокруг офисы? А внутри этих офисов, спрятанных, чтобы не наблюдать за жизнью города, будет парк внутри. Знаете, как Нью-Йорк и парк. Как этот городской парк Нью-Йорка, да, или как он там называется. Просто такой вот квадрат и вокруг куча небоскребов. Но он падла здоровый, конечно, но у нас столько места здесь нет. Вот, здесь уже домики тоже растут. На самом деле, кстати, надо повышать ценность земли немножко. И тоже ставить какие-то маленькие парки, типа вот таких. И их надо тоже много. Придется сносить домики. Но это, ребята, уже потом будем делать. Здесь у нас, в принципе, все у всех в порядке. Все у всех прекрасно. Можно вот сюда детскую карусель поставить. В промышленном районе детская карусель, точнее, это парк с надувным замком. Это то, что надо. Хотя, знаете, бывает такое. Когда не сдал денег на краску в детском садике, ребенка не смог туда устроить. Так, у нас тут с водичкой проблемы. Вот я знал, что так и будет. Вот с этой вот частью, да. Вот, короче, ребенка не смог устроить в детский сад и приходится таскать его с собой на работу. Жители у нас приходят обратно. Тоже все прекрасно. Пал в себе там потихонечку работает. У него тоже никаких проблем особо нет. Здесь вот небольшие проблемы на въезде. И смотрите, пробка аж из-за пределов города тянется на въезд. Но у нас сейчас просто большое заселение идет. Опять. Люди выселились и люди заселяются. Круговорот людей в природе. А может быть, кстати, это люди, которые поумирали. Кстати, вот этих проблем со смертностью больше нет. Вроде как, ну точнее, проблемы, конечно, есть. Наверное, люди до сих пор умирают. Это нормально. Но сейчас хотя бы катафалки справляются. Или они умирают не в таком количестве, как это было. Это давайте мы вот так вот подведем. А то я что-то как-то неправильно сделал. А вот здесь у нас, кстати, метеорит упал когда-то. Если кто-то помнит. И внутри поставили радиомачту. Следующий метеорит упадет обязательно вот в этот парк. Обязательно. Увидите. Кстати, он уже от пожара немножко очухался. Но раньше он был красивее. Пока не было пожара. Вот эти вот деревья. Может быть, потом все изменится со временем. Но таким, каким он был до пожара, он уже не станет никогда. Ладно. Так, кстати, мы в прошлый раз переделали метро. Давайте посмотрим. Во-первых. Кстати, больше людей стало ездить на метро. Так что, может быть, это имело смысл. А может быть, просто у нас потому, что больше людей стало. Поэтому и стало больше ездить. Соответственно, абсолютно поровну у нас распределяются наши пассажиры. А у нас закончился очередной учебный год. Студентов стало меньше. Привлекательность кампуса стала больше. И у нас научная работа. Фундаментальный анализ дорожного движения. Дорожное движение. Пробки. Выбор полосы движения глазами прохожих. Ах, ребята. Как вы на больное умеете давить? Соответственно, у нас появился научный труд. И нам нужно ставить еще один. Работу. Давайте это будет исследование. Опять исследование. Получено финансирование на исследование. 50 тысяч нам не жалко. На исследование, чтобы оно было. Со студентами проблема, кстати. И, возможно, у нас теперь станет хуже. То есть, он может понизиться в уровне, да? Он, по-моему, понизился в уровне. 2. А был 3. Нужны студенты. Да, со студентами проблема. Что у нас вообще, кстати, по образованию? Начальная школа. У нас не хватает начальных школ и средних школ. Надо всунуть эти самые школы. Давайте всунем. Почему бы и нет? Давайте вот сюда вот школу всунем, чтобы прямо в парке была у Романыча. В новом районе у нас есть школы. Но можно еще одну поставить. И в старых районах. В старых районах тоже нужны школы. Так, это у нас здесь парк. В парке развлечений школа не нужна. Кабло кампуса можно будет поставить. Не хочу территорию кампуса занимать, потому что там и так места нет. Еще у румына можно одну школу поставить. Но знаете ли, румынские дети, они, как правило, тут... Ладно, все, я шучу. Поставим еще школу. Не парься. Вот. И поставим еще школу одну нашему эстонскому товарищу. И вроде как стало хватать места. Хотя я бы не сильно сказал. Да, доступно место 5050, а учеников больше. Все так хотят учиться. Детишки, вы что? Ну, нате. 5350. Ну, вроде должно хватать. Давайте еще с запасом поставим еще одну куда-нибудь. Например, вот сюда. Вот здесь вот еще одна школа будет. Далее давайте по старшим школам. Здесь тоже большая просадка у нас. Давайте какую-нибудь маленькую выберем. Высшую школу искусств можно всунуть. Она у нас есть в этом городе. Она у нас есть в этом городе. Давайте вот сюда вот всунем. Бздынь и Румыну еще одну вот так вот. Бздынь на въезде будет. 7200. Мало. 8000. Все равно мало. Нужна еще одна. Давайте в парке. Можно не в парке, а напротив парка. Вот сюда вот тоже всунуть школу. 8800. Пока что должно хватать. Все, давайте. Учитесь, ребятушки. Учитесь. Учитесь и будьте умными. У нас 44 тысячи жителей. Не знаю, насколько это хорошо. Меня волнует вот это количество студентов. Студентов не хватает, но нам надо прокачиваться. Научные труды, привлекательность. Да, у нас отобрали одну единицу рейтинга. Студентов мало, но нужны жители. Жителям пока есть куда застраиваться. Можно в принципе, знаете, на будущее. На будущее, да. На будущее вот здесь вот тоже все это дело заселить. На будущее, вот так вот. Знаете, только сделаем мы это через один. А между ними поставим деловые зоны. Просто хочется. Некоторым на работу будет легко ходить. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Остальное сделаем деловые зоны. Черт, я сказал деловые зоны. О, вот так вот. Деловые зоны у нас здесь будут. Они, кстати, уже пошли застраиваться. Хотя и домики пошли застраиваться какие-нибудь. Хотя особой потребности в жилье у нас нет. Ох, сейчас здесь пойдет, конечно, тоже опять пробки пойдут. Здесь, кстати, видите, все рассосалось более-менее. Это прекрасно. Здесь немножко. Ой, вообще беда. Ну ладно, ничего страшного. Они справятся. Ну какой классный город без пробок. В любом классном городе есть пробки. В Европе, правда, их, как правило, не такие, как в Москве, например. Кстати, можно коммерцию вот здесь вот сделать вдоль дороги. А почему бы и нет полностью. И здесь тоже будут пробки. И шумно будет. И людям это будет не нравиться. Но мы наших людей, наверное, вряд ли сильно любим. Хотя посмотрите, какой красивый парк я им построил здесь, а. Что у нас по парку, кстати, через 500 людей уже будет новый левел. Это прекрасно. Ладно, друзья. На этой оптимистической ноте давайте-ка мы приблизимся к нашему парку. Посмотрим, как наши людишечки здесь ходят. Как они жгут костры. Вид мне вид какой-нибудь красивый. Я не понимаю, это мангал так горит? Или сама вот эта хреновина так горит? Ну да ладно. В любом случае, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Следующая серия будет совсем скоро, наверное. Не забывайте про комментарии и лайкусики. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. И мы будем дальше развлекаться потом с нашими парками, с нашим городом. И уже скоро будем заканчивать это прохождение. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилы. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok